У вас, реально, есть говно ААААААААААА АААААААААААААААААААААААААААААААААА! ДА ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ? ДИМА! Это ни фига не лайт я вам скажу Это вообще не лайт Как ты вообще можешь петь? Типа, тебе это вообще не дано Я выпью водуистолканной И налью, как-то, водичку Прям глотать, да? А, Кирилл прямо сейчас слизывает Пишите в директ Кто чемпион? Я чемпион! Я похлопаю ногами. Здорово, чуваки и чувихи. Это шоу Хейтер или фанаты сегодня со мной снова разделяет саждение на этих красных диванах. Блогер, артист и музыкант Кирилл Феликс. Всем привет, всем здорово. Какую там камеру говорить? С вами я Кирилл Феликс и что мы сегодня будем делать? Сегодня мы будем играть в игру под названием Хейтер или Фанат. Кстати говоря, кто еще не знает или не помнит, суть этой игры в том, что у тебя есть три стопки карточек. В этой стопке, вот в этой по-моему, да? Вот в этой стопке у тебя написано Хейтер или Фанат, кому ты будешь писать. В этой стопке у тебя написано, что ты будешь писать. И в этой наказание, если ты отказываешься писать. И еще, кстати говоря, очень важная новость и информация, которую вы все должны знать, это то, что у нас есть копилочка. И если ты пишешь сообщение Хейтеру или Фанату, туда кладется 1000 рублей, в эту копилку. Если ты отказываешься писать и выполняешь наказание, в копилочку кладется 2000 рублей. Ага, тогда получается, мы что, сегодня будем зарабатывать деньги для фанатов? Да, зарабатывать. Нет, почему? Для хейтеров. Для хейтеров. Потому что деньги получит тот, кто напишет самый хейтерский комментарий. Не важно, про кого, может быть, даже про меня. Может быть, вы напишите, что я вас бешу, что вас бесит, что у меня происходят слюни. Интересно, интересно. А зачем зарабатывать деньги хейтерам? Ну, а им нужны деньги, может быть. Ну, почему бы и нет? Может быть, мы пытаемся сделать из хейтеров фанатов. Ага. Ну, погнали? Погнали. Так, Кирилла, дашь ли ты мне права вытащить первым за тебя? Нет, двоя, двоя. То есть ты вот неподружески поступаешь. Я вот наглый хочу вот так. Значит, фанат. Фанат. Вот, смотрите, фанат. У Кирилла, кстати, у меня сегодня хорошее настроение, это показывает. Покажи этот ноготь, у тебя улыбочка у него. Ося, он сегодня улыбается. Итак, что ты пишешь? Я, значит, пишу. Смотря на тебя, я вижу, как родители тебя переоценили. Страшное убожество можно харкнуть в твою убогую физиономию. Ой, это что за жесть? Кто это писал, боже? Ну, это что-то жестко, капец. Слушай, а ты можешь выбрать наказание? Писать, писать, писать такое фанатам, это, конечно, что-то жестко. Я люблю своих фанатов. Так, написать ногами свое имя, взяв в них ручку. Ну, это не так жестко, это больше... Да, давайте, давайте второе. Потому что я не то, чтобы по лайту пойду, я хочу, я просто не хочу писать такие сообщения своим зрителям. Ну, ты пошел по белой дороге, да, идти по черной, по сложному пути, понимаешь? Нет, я не буду оскорблять своих фанатов. Так что давайте выполним задание. На самом деле это тоже, мне кажется, сложно. А давай усложним задание, я буду держать в руках листик, на котором ты будешь писать. Почему бы и нет? Ну, давай. Ногой, ногой. Ногой. Прямо в носках, каким, зеленым? Красным. Красный мой любимый цвет, поэтому... Или это коричневый. Ну, ладно. И я тоже ногами буду держать бумажку. Своё имя, да? Сейчас еще сложнее все сделаем, смотри. Своё имя надо написать, да? Да, давай. Ты что, гонишь, это невозможно? Так невозможно. Это нереально, да. Ну, ладно, давай тогда вот так. Ты попробуй двумя ногами зацепить. Точно. Давай, давай, да, попробуем. Друзья, я могу привести... Да, давай, это сложно. Как минимум один пример я могу привести, почему Кирилл точно выполнит это задание. Сегодня у него здесь написано Чемпион-сад. Давай я напишу не своё имя. Дима Снепп. Феликс я напишу. Конечно. А Дима Снепп никто не пишет. Какая-то корявенькая буква. Вот-вот, давай, нет. Да подожди ты, я исправлю её. Ой, подожди. Да что ты делаешь? Дима! Что-то у тебя сошло. Я хочу красивенько своё имя написать. Что ты мне тут всё портишь? Блин, как же это... Это нифига не лайт, я вам скажу. Это вообще не лайт. Всё, давай Е. Знаешь, как ноги напряг... Переходи к Е. Всё, переходи к Е, Кирилл. А можно перевернуть? Подожди. Я хочу ещё раз. Стой, переверни её. Я хочу ещё раз буквы F написать. Так неудобно смотреть на это зрелище, что вот так вот Кирилл сидит передо мной с ногами. Переверни, я хочу ещё раз буквы F написать, да. Может быть получится... На самом деле, так ноги забиваются жёстко, типа это сложно. Прикинь, можно упражнение такое сделать для Алексея Солерова, кстати, гора. Лёша, возьми на заметочку, обязательно. Какая-то опять фигня получается, честно говоря. Нормально, нормально. О, буквы L. Те же главные написать. О, 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 нормально. Пошёл, пошёл, букву L. Давай. Ха! Ха! Это жесть, как сложно. Это капец, как сложно, типа... Ну, у тебя хорошо получается. Я тебе даже сейчас не мешаю вообще. Я тебе даю пространство, понимаешь? И. Стрякэ. Просто на одном подходе, понял? На одном дыхании. Сделал так. И Сэ, последняя буква Сэ. Да! Да! Я сделал это. Твой чемпион, я чемпион. Я похлопаю ногами. Дорогие зрители, у меня есть крутое предложение. Я предлагаю разыграть этот подписчик, ой, точнее, этот рисунок среди подписчиков. На самом деле прикольная фигня получилась. Реально, почему бы и нет. Давайте разыграем этот рисунок среди... Нет, дизайнерский лист от Кирилла Феликса. Среди подписчиков Кирилла. Поэтому, если вы хотите получить этот листочек, пишите в комментариях, насколько сильно вас бесит или нравится вам Кирилл. Мы переходим во второй раунд. Я открываю этот маркер. И второй раунд начинается. Так. Я беру... Хейтер. 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 Есть единственная проблемка. У меня очень-очень мало хейтеров. На самом деле, это не прикольно. А, ты любишь хейтеров? Тебе нравится, когда тебя хейтят? Ну, это прикольно, мне кажется. Типа, у меня какой-то недостаток хейтеров. То есть, я бы хотел даже, чтобы меня побольше хейтили. Не знаю, почему. Да. Да, потому что хейтеры должны быть. Если у тебя есть хейтеры... А хейтеры как бы есть, они как бы есть, но их очень-очень мало. У меня есть... Вот, я прям запомнил одного хейтера. У меня есть страница в ВКонтакте. И мне чувак под фотками постоянно какую-то фигню пишет. Обтирает меня, типа, как ты вообще можешь петь. Типа, тебе это вообще не дано. Это, конечно, обидно. Но, знаешь, бывает, пишут прям вообще пообиднее вещи. Ну, то есть, без всякой конкретики. Ну, да, да. Они прикольные. Но, на самом деле, вот я, наоборот, даже люблю хейтеров, потому что хейтеры – это твои будущие фанаты. Потому что, если правильно с ними начать общаться, то они станут твоими фанатами. Возможно. Почему бы и нет. И вообще, показатель того, насколько у тебя большая аудитория и искренняя, это... Да, да, в принципе, все классно. Погнали читать задание. Так. Так. Вчера выгуливал свою бабку. Чё? Кирилл, давай я прочитаю еще разок. Я не понимаю. А, вчера выгуливал свою бабку. А она говорит. Хочу мороженое. Какое мороженое без зубов? Как она его жрать будет? Совсем с ума сходит. Можно мне тебе бабку сплавить? Плачу посуточно. Вообще, я ничего, сейчас говоря, не понял. Какое-то очень странно написано. Во-первых, здесь нет точки. Здесь просто большая буква начинается. Нифига не понятно, но очень интересно. Давай задание посмотрим. Может быть, в этом и заключается такой парадок, знаешь, чтобы ты написал, не зная что. Давай посмотрим задание. Выпить стакан воды из туалета. Да! Ну, слушайте, вот эта вот штука, вот эта вот штука, вообще, во-первых, ни хрена не понятно, что здесь написано. Нет, нет, я понял, такой... Ну, ты это будешь писать хейтером. Тихо. Во-первых, я не понял, что здесь написано, а во-вторых, это лайт. Так что, давайте пройдемся по жести. Я выпью воды из толкана. Ой, Кирилл, узнаете, почему еще не повезло? Сейчас я вам расскажу, потому что у нас очень грязная вода здесь. В туалете, потому что... А может, я вот сейчас, я вот сейчас передумаю, типа, и... Я все ближе и ближе, и я что-то уже передумал. Нет, это же вообще жесть. Итак, прямо сейчас Кирилл Лито Феликс пойдет пить воду из стакана. Точнее, воду, воду из стакана, из туалета. Ну что, Кирилл, давай, смотри. Нет, это что-то вообще жестко. Это же в этом же реально срали люди, типа, ссали. Из бочонка. Из бочонка. Не надо оттуда, ты чего? Ооо, ой, фу! Фу, это жесть, реально. Там реально Никита срал? Ну вот видно, по-моему. Давай, иди. Так, ну что, погнали. Честно говоря, я когда сюда шел, я что-то уже передумал на самом-то деле. Но раз уж я сказал, мужик сказал, мужик сделал, поэтому давайте-ка я открою этот сраный бочок, сраный вот именно бочок. И налью как-то водичку чистую. Чистую. Так, ну что, прям глотать, да? Да. Это пипец. Так, за маму, за папу, которого у меня нет, и за ТикТок. Хорошо, зашла. По вкусу, на самом деле, как обычная магазинная вода, да. Ну что, ребята, выпил я воду из толкана. Честно сказать, это выглядело противно. Молодец, что ты это сделал. Да, главное мне не словить какую-нибудь кишечную палочку. Именно за это, друзья, вы должны похвалить Кирилла в комментариях, а может быть продолжать. Миллион лайков, ребята. А может быть они будут продолжать писать дневные комментарии, может быть им так нравится. Но все равно, факт того, что Кирилл красавчик, факт того, что Кирилл красава, никуда не уходит. Ну, тут как бы все понятно. Мы переходим прямо сейчас к следующему раунду. Погнали. Ну что, Кирилл, ты отошел от туалетной воды? Честно говоря, нет. Ну, давай, раскрывай среднюю карту. Возможно, сейчас тебе опытит что-то прикольное, что поможет тебе. Итак, я сам ее достаю. Давай, давай. Фанат! Фанат! Фанат, отлично. Тебе прямо сейчас добавили еще одно доказание. Видимо, видимо, там были таблетки от живота, может быть, туда добавили. Живот скрутило. Так, ну здесь вроде, с запятыми все нормально. Сейчас смотрели твой инстаграм и ржали все. Ты реально считаешь себя красивой? Чмо! Иди умойся, тварь! И заблокируй свой инстаграм, чтобы не пугать людей. Ну, не так жестко. Жестко. Фанату жестко. Ну, типа, это жестко. Капец жестко. Ну, типа, ты прикинь, у тебя есть какой-то там идол, человек, который ты подражаешь, не знаю, любишь всей душой и всем сердцем, и он отправляет тебе такое сообщение. Ну, это да, но, может быть, они выкупят прикол, я не знаю. Просто у меня, мне кажется, фанаты выкупают такую фигню. Ну, фиг знает, люди все-таки разные, аудитория у меня тоже разная. Ну, тогда наказание, которое тебе только что подслунули. Давайте посмотрим, давайте посмотрим задание. Тебе еще больше хотят испортить желудок. Облизать грязную тарелку из-под лазаньи. Еще непонятно, где это тарелка была. А лазаньи, это что такое? Ну, это типа макароны, по-моему, с чем-то, с мясом, с фаршем. Еще у Пидди Пая была песня, бич, лазанья. Да, нормально, это норм. Типа, давайте выполним. Ты что хочешь, вообще это на желудок? Давайте выполним. Капец. Я, я, когда я не успеваю позавтракать, я всегда иду в мак, не знаю, запиваю это все энергетиком, и в принципе такая же фигня. Ну, ладно, это твое решение, Кирилл, давай, ты красавец. Гастрит у меня уже был. И получается, если Кирилл сейчас... У меня иммунитет. ...выполнит это наказание, то тогда в копилочку идет... А кто это, кто это жрал? Вот, смотрите на это прекраснейшее зрелище. У, Кирилл, я слышал, что... Как это вкусно и аппетитно выглядит. На самом деле, Кирилл, я тебе сейчас скажу всю правду. У нас здесь снизу есть ресторан, и мне сказали, что ел какой-то человек из этой тарелки, и ему не понравилось. Он это швырнул на пол, они это подняли, хотели выкинуть, но удали тебе в итоге. И вон плюнули, да, я вижу? Ну нет, плевать, я думаю, нет. Поэтому... Да все, гоу, гоу. Я съем это аппетитное блюдо. Прямо языком ты залазишь туда. Он залез туда целиком. По горло. Молодец, Кирилл. Давайте еще. Последний рыбок на камеру. Давайте, давайте. Крямоуу, Кирилл прямо сейчас слизывает всю эту жидкость. Пишите в директ. Девчонки, задумайтесь над предложением Кирилла. Вы сейчас все видели, поэтому переходим к следующему раунду, а он у нас четвертый по счету. Погнали. Го, я уже ко всему готов, в принципе. итак кирилл ты уже пережила огонь и воду медные тубы все ты пережил поэтому я предлагаю тебе продолжить играть в эту игру вытаскивать следующую карточку погнали фанат так записочка а правда что у тебя вчера был понос ты своим поносом загадила весь туалет чучело за приколы а прикинь реально ты допишешь это фанат и у него реально это был вчера вот это вот реально а правда что учебы у тебя вчера был понос ты своим поносом загадила весь туалет в чиха не на тверской иди отмывай убожество у Все время вот в написаниях, в заданиях, в заданиях или как-то сообщениях, которые ты должен написать, все время написано убожество, тварь, короче, хоть как-то ты должен оскорбить. А кто это писал? А это остается за кадром, за кадром остается. Так, погнали. Опублика... Что за пиз... Опа, мне нравится там. Что это за хрень? Вы что, серьезно? Я что, говно какое-то? Что это за хрень? Давай, ну-ка, зачитай. Опубликовать в сториз фото, какашки и спросить, нормальное она или нет. Кирилл... Что это? Что это за хрень? По-моему, ты у продюсеров этого шоу ассоциируешься с этим. У вас есть говно? Нет. У вас реально есть говно? Тихо, есть, да. Да, вы что, говно? Я смотрю, я смотрю, вы очень подготовились, ребята. Давайте, выносите сюда свое дерьмо. Но это будет прикольно, я думаю, оценят. Только открывайте сами. Фууу! Я это все в Златоус сделал, да? Давай, я помогу тебе, Кирилл. Я всем гостям помогаю, но как нутеллу туда орукала соус. Я не буду... Аккуратно может быть запачкана. Это я накоил какой-то собачки скорее Это пиздец Можешь сообщение разбить? Ну посмотри, какашечка Пошел ты в задницу, снэп Нет, нет, снэп Ну да, ты уже Давайте, давайте выполним это Ой, фу, как несет от нее Серьезно? Ее же необязательно открывать? Жестко несет, ну нахер Прям вот, у меня прям вот волна таки Пиздец Ой, жесть Давайте перчатки Ой, а можно мне вот салфетку Что уж уже А есть вторая перчатка? Давайте, давай с тобой вместе это сделаем Прям в говно залезем? Ну прям, я не знаю, я лишь не собирался его трогать Давай хотя бы его откроем Ну а че эти перчатки? Если ты хочешь потрогать, я не знаю, там, покопаться Я все-таки не знаю за твои интересы Это в говне, почему бы и нет, Кирилл Давай сделаем Ну, если ты хочешь, то как бы, ну А, кстати, я видел Оно все твое Я видел, Тимати показывал, как правильно одевать перчатки Ты вот так, знаешь, и они как-то одеваются Вот так-то надо делать И так Фу, как Фу Ну, Тимати Тимати вообще часто с говном работает Ой, фу Фу Фу, как ожи посоветоваться нормальная ли это какашечка или все-таки нет вот просто очень интересно ваше мнение ребята как же сильно она воняла какой же пипец да златоус блин по-любому вот отвечает так кирилл в этом шоу пока что заработала целых восемь тысяч которые пойдут какой-то какой ценой и так чуваки и чуваки это пятый раунд кирилл много чего преодолел выпил воду какашечки снял в историю я ему в этом помог потому что я всем всегда помогаю в этом шоу и так я уже вытянул бумажечку и здесь написано хейтер давай а что было интереснее с конца вытащим с конца ну давай с конца давай не с конца давай среднюю давай вот посредничку пройдемся и что у нас здесь написано что правда правда а правда что ты свой чё за пипец штуки здесь а правда что ты спала с путиным мне вчера знакомые рассказали а правда что ты спала с путиным мне вчера знакомые рассказали вот ты крутая и сколько под стенами кремля стояла дорогие друзья если что это я в этом не снимался владимир владимирович я патриот кирилл тоже поэтому это все шутка и так вот она скажите сейчас и сколько вам заплатили как вкусно стало пахнуть прекрасный аромат так ну что кирилл ты готов вытаскивать то что ты должен написать я конечно надеюсь что здесь больше не будет всяких какашечек и поноса сейчас мы это и узнаем проверим выложишь фарш на газету и голыми ногами пройтись по нему это фанату хейтеру хейтеру давайте к не знаю даже это не так в принципе жестко это почти не имеет никакого отношения к хейтеру там больше про путина такого так давайте попробуем хейтера хотя бы найти инстаграм да давай я лично найду хейтера так давай любым постом давай на держи да я какой куда ты выбираешь пост а смотрю может быть под рекламным постом там по-любому были хейтера я думаю ну давай попробуем мне кажется рекламным постом кстати говоря не ну хорошо давай давай попробуем под последним постом последний давай под последним постом да потому что я помню там что-то что-то было вроде и чем ты хвалишься ну давай ну а такое типа поэтому будем считать что мы написали черт вонату кирилла прям голосовухи мне сказать да да постарайся говорить как можно главное главное чтобы потом за мы не приехали потому что так оправдать постарайся правдоподобно это жестко пресса правда что спала слушай привет у меня такая информация оправдать что ты спала с путиным вот просто мне вчера вот друзья сказали и ну ты крутая и сколько ты под стенами крылья кремля стояла вот мне интересно просто узнать да да хорошо хорошо красава красава кирилл и кирилл заработал в общую копилочку еще может быть еще рублей итого кирилл феликс за сегодняшнее шоу пока что заработал 9000 больше чем в прошлом выпуске поэтому мы переходим к это всего лишь за несколько минут да и поэтому мы прямо сейчас переходим к финальному шестому раунду погнали и так кирилл ты готов к финальному раунду а он будет непростой потому что в этом раунде ты будешь выступать либо в роли фаната либо в роли хейтера а у тебя кстати говоря осталось только одна бумажка и здесь написано фанат не хочешь выбрать хейтера чтобы было интереснее ты сам будешь писать сообщение а то есть но я могу выбрать задание да окей да погнали смотри да для для кого для известной личности а то есть и своих знакомых и знакомым может и знакомым я я хочу быть хейтером отлично и ты будешь писать прав и файку голосовое сообщение ты будешь им говорит что пацаны вы чего-то попутали зачем за глаза полоскать меня с моими компонентами мне все рассказали ведете себя как девчонки вроде мужики на первый взгляд оказалось только на 1 а на самом деле две черные сплетницы я расскажу все что знаю о вас после того они после такого вы вообще без своих тупых фанаток останетесь ахахаха жестко жестко ну прикольно давайте давайте сделаем это мне кажется не выкупят давай они же все таки они такие тоже на угаре пацаны но давай посмотрим что за наказание еще у тебя есть давай не будем смотреть ну давай давай очень большое наказание взять телефон первого человека с которым будет установлен зрительный контакт и позвонить на 5 номер телефонной книги и прочитать стишок раскрывается корзинка в ней подарок но это лайт этого и слушай давай давай сразу перейдем к жести давайте так тоже постарайся сделать это максимально нативно чтобы это звучало реалистично мы погнали так пацаны слушайте вы чего-то попутали зачем за глаза полоскать меня с моими конкурентами мне все рассказали о вас ведете себя как девчонки вроде бы нормальные мужики на первый то взгляд оказалось только на 1 а на самом деле вы 2 черные сплетницы еще раз что-то услышу я расскажу все что о вас знаю после такого вы точно без своих тупых фанаток останетесь красава кирилл красавчик я надеюсь что раму файк после этого не перестанут с тобой общаться слушай давай посмотрим они достаточно быстро обычно отвечают на сообщение но это было хорошо кирилл ты молодец и в копилочку добавляется еще одна тысяча рублей ну что на этом все спасибо большое за то что смотрели шоу хейтер или фанат в общей сложности за сегодняшний выпуск мы заработали 10 тысяч рублей а чтобы тебе их получить тебе нужно написать самый хейтерский комментарий либо про кирилла либо про меня и обозрите меня полностью обозрите куча какашечек мой какашечный рот поэтому спасибо большое тебе кирилл что ты пришел сегодня на это прекрасное шоу да вам тоже спасибо за участие в принципе это было прикольно вот было драйвово было весело вот спасибо большое спасибо тебе дима снэп спасибо выпил воду из-под крана надеюсь что все будет хорошо я это было просто прекрасно поэтому я могу сказать только одно чуваки и чувихи феликсы 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 лучшие всем пока пока всем пока спасибо большое хейтер или фана а